Если, ребята, вы мечтали поиграть на Старистом Титане, но вас останавливало то, что Титан Старистом был не особо силен, то в этом эпизоде поменяло все кардинально. У нас вышло несколько реворков Титана в принципе, у нас вышли хорошие моды в артефакте на Старис, и у нас Банжи зареворкали один экзотик. Вот этот. Лучше ли этот билд и Титан, чем, допустим, призматик Титан с освещением? Разумеется, нет. Лучше ли этот Титан, чем призматик Титан с копьем? Это, конечно, спорно. Лучше ли этот Титан, чем стрендовый Титан с синтами и баннером войны? Тоже, скорее всего, нет. Но в этом сезоне этот билд играться будет очень даже мощно. Стазисный чудище с ледосферой. Начнем с экзотика. Его Банжи зареворкали примерно полностью. Что он теперь делает? Когда у вас экипирован Стазисный супер, в данном случае либо сам Стазис, либо призматик с ледяком землетрясением, то быстрые убийства Стазисом дают вам стак за морозной брони. Два убийства, и вы получаете морозную броню. Либо и убийства Стазисом. Там пушки, обилки, неважно. Когда вы получаете морозную броню, то вы вместе с этим получаете немножко регена ХП. Реген ХП здесь не особо сильный, но он достаточно заметный, чтобы вам улучшить выживаемость. И этот реген будет стакаться с аспектом на создание осколков Стазиса. Ваша классовая обилка заменяется на уникальную способность. Это Банжи не меняли. Которая при касте будет вам давать максимальные стаки морозной брони и исцелять соответствующее. И также теперь в ПВЕ при касте этого экзотика вы замораживаете ближайшие цели. В очень даже неплохом радиусе. То есть это, по сути, аспект Варлока, но вшитый в экзот Титана. Именно заморозка вашей цели. Что Банжи поменяли у Титана на Стазисе? Разработчики очень серьезно переработали удар дрожь. Атаку ближнего боя. Если раньше эта атака была мемом, она в ПВП была крайне полезной и местами даже имбой, но это Банжи подправили. Наверное, потому что я в ПВП не играл пока, что я как-то особо не хочу играть. Но в ПВЕ эта штука стала очень даже, сука, сильной. Теперь она наносит мало урона, но она, во-первых, отбрасывая цели за километр, порой это не делает. Прикрепляет к цели, которой вы законнектились, небольшую Стазисную взрывчатку, которая через примерно полторы секунды делает замораживающий взрыв. И если вы сможете отбросить врага в пачку мобов, то это будет работать примерно вот так. Я влетаю в кабал с помощью милишки. И происходит вот это. Взрывчатка взрывается, офигенно сказал. Цели замораживаются. И если цели было много, то будет шаттер, раскалывание Стазиса. Я не думаю, что нужно объяснять, почему это заебись. И это не все. Эта милишка до сих пор при коннекте замедляет цели, но теперь она еще и замораживает. То есть эта атака ближнего боя теперь станет перегруженных и неудержимых воителей. Одно прожатие этой обилки. Это пипец. У нас Банжо Параллельно Титаном еще дали механику провокации за счет баррикады, но у нас Ледосфера, поэтому у нас в этом билде этого не будет. Что за билд? Ледосфера. Наши аспекты. Алмазное копье. Теперь алмазное копье наконец-то раскалывает кристаллы Стазиса, и при поражении копья в землю, то есть слэм, вы получаете два стака морозной брони, что, разумеется, неплохо. Аспект, который при раскалывании кристаллы Стазиса или замороженных целей делает осколки Стазиса. Осколки вам дают энергию атаки ближнего боя и для ваших тиммейтов. Они подбирают осколки, получают реген. И также вы себе регените ХП при подборе осколка Стазиса. И вот этот элемент с регеном стакается с экзотиком Ледосфера. И реген там на самом деле заметный. Он напоминает то, что раньше было у Стазисного Титана до нерфа Шопота Иния, старого фрагмента. И это, разумеется, крайне приятно. Помните одну важную вещь, что когда вы делаете быстро 6 осколков Стазиса, у вас запускается КД на создание осколков Стазиса аж на 10 секунд. И этот КД работает на всю боевую группу. Наши фрагменты. Фрагмент, который бафает урон Праймари по Стазисным Кристаллам и Замороженным Целям. Фрагмент, который бафает урон и дальность наших шаттеров Кристалла и Замороженных Целей. Фрагмент, который бафает нашу Морозную Броню, время действия и максимальные стаки. Фрагмент, который при раскалывании Кристаллов Стазиса бафает реген нашей Гранаты. И фрагмент, который при подборе осколков Стазиса дает нам больше энергии Мелишки. И баф здесь очень заметен. Это билд, в котором у нас будет много кристаллов, в основном, конечно, за счет гранаты, но у нас также будет наше основное оружие, и в этом билде у нас будет много способов замораживать. Это алмазное копье, это наша атака ближнего боя, это наши диковые гранаты и это ледосфера при прожатии классовой обилки. Это, конечно, дико. И у нас почти постоянно будет морозная броня. За счет подбора осколков стазиса, за счет прожатия слэма копья и за счет нашего экзотика. Либо за счет того, что будем бивать мобов с помощью стайлиса и просто получать стаки морозной брони, либо мы прожимаем классовую обилку и тут же получаем максимальные стаки морозной брони и также будем замораживать наши цели. По статам 100 стойкости, 100 дисциплины, рекава 70 и сила как можно больше. Четверка вполне норм. По моду брони у нас здесь будут таймеры. В голове вставляете создание сверхсилы вашей старицной пушкой и, допустим, вашей пучкой во второй слот. У меня это автомат экзотный с того сезона. И ставьте мод, который вам улучшит ваш интеллект. На титане это особо полезно. При наличии ваших стаков. Зарядов брони. В руки вставляете. Можно поставить мод на реген вашей милишки. При наличии морозной брони. Поставить сферу сил либо от граната, либо от милишки. Тут решайте сами. И заряжайте на ваши старицные пушки. Потому что здесь старицная праймера будет крайне полезна. В тело вы вставляете резисты. В ноги. Во-первых, мод, который улучшает урон ваших пушек. Тут решайте сами, какие именно пушки. Модификатор, который при подборе осколков даст вам заряд брони. Подобрали 4 осколка, получили заряд брони. Это полезно, потому что сферы силы, конечно, можно сделать с помощью ваших модов в голове. Но это будет далеко не всегда. Потому что спойлер. Спам этих обилок абсолютно конченый. В контенте, конечно, более сложным. Спамить обилками будет гораздо сложнее. И ваша выживаемость будет похуже. Потому что мобы все-таки в контенте более сложным вас будут дамажить. Но я вчера в этом билде бегал в мастер Nightfall. Который не так уж сильно отличается от град мастера. И было очень даже норм. Мне понравилось. И в классы предмет вставляйте растяжение времени. Чтобы ваши бафы работали дольше. Именно с зарядой брони. Мод, который при поражании классовой обилки подбирает ближайшие сферы силы. Но это не особо нужно на самом деле. Ишница. Поражали классовую обилку. И убийство из вашей пушки сделает сферу силы. Моды артефакта. Все столесные моды, которые только можно поставить. Это, во-первых, у нас при наличии морозной брони. Наша столесная пушка получает бонус к перезарядке и к стабильности. Мод, который бафает урон по презренным. Потому что у нас сезон про презренных. Мод, который позволяет нам получить морозную броню при попадании в голову сосалисных пушек. Либо сезонных пушек. Мод, который работает с алмазным копьем. Когда вы подбираете осколки стадиса, вы получаете баф кристаллин конвертер. Ваша следующая заряженная милишка создает кристаллы стадиса в зависимости от стаков. Полученных до прожатия этой милишки. И это почему-то работает с копьем. При броске. Почему, я не знаю. Бустер артефакта позволяет вашим пушкам после активации классовой обилки сделать осколок стадиса. Тоже почему бы и нет. Также армор оф эрэмис. Чтобы при наличии морозной брони при ло хп вы замораживали цели. Это будет еще один способ замораживать на Титане. Хелл за Сторм. Чтобы бафнуть наши шаттеры расколотых целей и кристаллов. Чтобы наши кристаллы испускали стадисные осколки. Которые будут наносить урон и замедлять цели. Также можно конечно поставить дебаф нашими гранатометами. И модификатор, без которого я буду плакать уже в будущем сезоне. Когда вы подбираете стадис на осколок. Помимо энергии милишки. Вы получаете энергию классовой обилки. Это нужно потому, что наша классовая обилка будет замораживать цели. При прожатии этой обилки. В этом билде у нас будет абсолютно конченый реген обилок. У нас будет регениться граната быстро. Потому что у нас есть фрагмент. Который при шаттере кристаллов запускает реген гранаты более усиленный. Наша атака ближнего боя будет регениться быстро. За счет фрагмента шепот голода. При подборе осколков стадиса. И наша классовая обилка. Будет регениться быстро при подборе осколков стадиса. За счет этого мода в артефакте. То есть здесь мы собрали что называется полная комбо. Вот эти моды наверное будут самыми здесь полезными. По пушкам. Сейчас конечно многие будут бегать с новым экзотом. И он является хорошим вариантом. Неплохим вариантом. Но как и про варлока я говорил. Револьвер с бледного сердца ребята крутой. Хедстоун. Диверсант. Реген супер при убийстве мобов. Он крафтовый. Он очень доступный. Что немаловажно. Берите смело его. Во второй слот берите то что вам больше нравится. Если есть где-то барьера. То берите смело Эриану. Если нету. То берите что-то вроде автомата с того сезона. И Хэвик то что вам больше нравится. Этот билд ребята работает. Ну очень дико в контенте более простом. Вроде новой осады. На легкой сложности. Там происходит полная дичь. Но даже в контенте в минус лайт. Вроде мастер найт фола. Или даже вот этого очень сука душного сектора. Где у мобов урона больше чем. Я не знаю чем в гранд мастер плюс условном. Даже там этот билд будет работать очень круто. Вы конечно не сможете как бешеный влетать в пачку мобов. И постоянно выживать. Вы должны грамотно использовать ваши обилки. И помнить про ваши пушки. Иначе у вас разумеется будут проблемы. Титан стадисный стал абсолютно офигенным. И еще один момент про вашу атаку ближнего боя. Если вы ей смазали. У вас возвращается вот столько энергии назад. Как у коленок. Ледосфера как я и говорил. Теперь замораживает цели. Заморозили. Раскололи. Взяли копье. Сделали вот это. Отрегенили атаку ближнего боя. Пролетели вперед. Кинули гранату. Сломали гранату. Подобрали осколки. Снова полетели. И как видите у нас уже почти отрегенилась наша классовая обилка. За счет осколков и моды артефакте. У нас почти отрегенилась граната. Ну короче титан стадисный стал крайне интересным. Вот это кстати милишка новая. Она отбрасывает мобов. И вот такой делает бум. Если вы сможете мобов. Если вы сможете вот эту цель закинуть в какую-то определенную пачку. То они заморозятся все. Воители и боссы. Отлетать кстати не будут. Поэтому на них это использовать будет гораздо проще. Будет гораздо проще. Вот этот сектор абсолютно ужасный. Сейчас скорее всего меня мобы убьют. Но это просто потому что сектор реально абсолютно прям душнина. По другому его невозможно назвать. Залетаем в сектор. Бросаем гранатку. Взрываем нашу гранатку. Прижимаем копье. Прижимаем когда надо лидосферу. Замораживая цели. Влетаем в мобов. Применяем срывчатку. Происходит бум. Убиваем. Почему копье кстати не сделалось? Подбираем копье. Делаем вот это. Подбираем новое копье. Есть кстати старый баг. Когда копье не замораживает слэмом. Имейте это ввиду. И как видите у меня постоянно есть максимальные стаки морозной брони. Почти постоянно. Видите урон здесь абсолютно конченный. Тут нету вайдового ожога. Но при зреном мягко говоря плохой. Вот мы смазали милишка. Мы тоже себе вернули примерно полный заряд. Подбираем осколки. Влетаем воителя. Мы его застанели. Потому что милишка все еще замедляет. То есть как видите. Да это далеко не имба как тоже освещение. Или допустим. Не знаю там. Титан стрендовый. Но вот в этом сезоне. За счет артефакта. И бафов которые были у титана. В этом билде наверное какие-то вещи определенные можно делать. Влетать конечно в кучу мобов. Вот в таком контенте я вам не советую. С помощью милишки. Но во всем остальном. Где мобы не такие жесткие. Можно играть максимально агрессивно. Прям не стесняться абсолютно. Ну вы в принципе все увидели. В супере кстати тоже. Теперь милишка делает. Вот это отбрасывание. Заморозкой. Мы можем лететь воителя. Мы его заморозили. И начинаем коммунитить. Прикольно. Ну подобрали копье там. Сделали слэм. Чтобы обновить наши стаки морозной брони. Когда надо. Прожимаем ледосферу. Там кранатку жмем. Милишку жмем. Смазали милишкой. Но получили энергию назад. Как же мобы бьют. Сейчас меня убьют. Да по идее. Нет все еще жив. Все еще жив. Ну вот. Вот такой ребята. Теперь у нас. Сталисный титан. С ледосферой. Модами артефакта. И хорошими пушками. Да. Это ребята. Был сектор минус 21. Там мобы ебут очень даже дико. Меня должны были убить сто раз. Но морозная броня. И наши обилки на заморозку. Позволили мне выжить. Что касается. Кстати циферок морозной брони. Максимальные стаки. Дают меньше резиста. Чем плетеный панцирь. Незначительно. Это конечно можно считать некоторым минусом. Но в этом билде. Вот эти стаки удерживать крайне изи. Поэтому у вас постоянно будет определенный резист. За счет брони Эрэмис. Когда вас раздамажили. Вы заморозите ближайшие цели от вас. И если у вас будут работать бонусы тоника. То у вас еще и модификаторы артефакта будут усиливаться. Вот такой у нас теперь ребята Титанчик. До связи.